Пожалуйста, расскажите Дизлаеву, Володе Ботфёртову, Ив Вейду, я знаю только трёх нормальных, и этот, который гараж вёл, ну, который ещё напился, типа, там, его жена выброса, расскажите про меня, и расскажите, что у меня макулодистрофия обоих глаз, что я скрипач, художник, что у меня корочка есть, что я окончил по классу скрипки самостоятельно, у меня вдвойне ранимое сердце, и покажите мои картины, пейзажные, абстрактные, пейзажные покажите, реалистичные, чтобы они гнев свой избавили на... Познякову покажите, он безжалостный, конечно, но покажите ему картины, он скажет, он, как Гитлер, тоже был художником, и умирает из-за девушки, но он всё равно поиздевается, и скажите, что я все посты этого пиздякова, этого Позвонкова подсчитал все посты его, все, от начала до конца. Если он унизит меня, то это то же самое, как бабушка моя меня унижает, говоря, что ты не смотришь Путина новости, ты не знаешь, что происходит в стране, пожалуйста, помогите, я умираю, реально, мне плохо, без девушки мне плохо, я умираю. Я русский человек, а ты, Володя, сам противоречит себе, если ты будешь издеваться надо мной, ты сам говоришь, что русский человек без девушки умирает, так воспитала нас культура. Дизлайф, я ношу крест и проповедую, я говорю людям, молитесь, пожалуйста, реально есть видео, где я подхожу к людям, говорю, молитесь Иисусу Христу, серьезно, я молюсь, потому что я, он напоминает мне о том, что суицид это грех. Расскажите об этом дизлайфе, скиньте это, расскажите это, пожалуйста, помогите, пожалуйста, я не умираю, я скоро реально сброшусь с крыши. Я мог бы нарисовать сотни картин красивых, мог бы стать музыкантом, мог бы семью, ребенка воспитать не отморозком. У меня есть проекты, идеи, как воспитать из-за отморозка, подростка, нормального человека, скиньте это им. Благодаря тому, что я рисовал на тротуарах, отморозки подходили, сначала они плевали на мои рисунки, затем они, а затем они подходили и увидели второй раз, что я рисую уже рядом, они ссали на мой рисунок. Они подражались тому, как человек с каким фанатизмом созидает, и они проникали с этим созиданием, и когда один из отморозков плюнул семечки в мой пейзаж, другой сказал, подбери, видишь, человек рисует. Понимаешь, как... Расскажите это дизлайву, что я действительно полезен для общества хоть чем-то, что я из отморозков сделал добрых людей, которые сначала обоссывали и плевали на пейзажи мелками, покажите им мои пейзажи мелками на серых плитках бетонных. Пожалуйста, молю вас, умоляю, встаю на колени, умоляю вас, спрошу вас, расскажите, распортите это везде, расскажите, помогите, я скоро умру. Я умираю, у меня гложет грусть, я не могу, у меня нет таблетки, антидепрессанты помогали мне. Дизлайв ты сам делал в видео, что если тебя бросила девушка, принимая антидепрессанты, пожалуйста, но потом ты удалил его. Но все равно, ты же понимаешь меня, ну пожалуйста, ну хоть кому, пусть они хоть обсирают меня, уезжают, ну распространите это. То есть, никак говорит этот, короче, расскажите, расскажите им, пожалуйста, пожалуйста, расскажите. Я умираю, реально, у меня постоянно сердце жалит грусть, медленно жалит. Ты сам, ты сам Володя Подхертов говорил, что творческие люди, у них свои заебы, как ты выражался, загоны, а я вдвоене творческий человек, я и рисую, и на улице, и дома, и город пытаюсь сделать красивым, свой серый город. Тебе приятно ходить по серому городу, или тебе приятно ходить по городу, рисованными красивыми пейзажами, гармоничными мелками, светлыми, светлыми мелками, которые еле заметны. Это не вандализм. Посмотри мои рисунки, это не вандализм на стенах. Еще я скрипач, можешь хоть простить меня за то, что я так страдаю. Я не могу ничего с собой поделать, блин, и в Вейду расскажите, кому угодно. Пусть он меня хоть животным, хоть кем назовет, но я не могу, я умираю, реально, мне плохо, пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите мне, я не могу. Вы же сами говорили, что статистика смертности среди мужчин в России огромная. Так вот, я пополню эту статистику, и ничего... И почему вы так жестоко относитесь, блин? Вы должны помогать мужчинам, я бы помогал мужчинам, а не издевался над ними, типа, что они слабые. У меня не было девушки, потому что я живу в городе, где одни гопники почти. Я был скрипачом, художником. У меня никогда не было девушки. У меня появилась впервые девушка, три года отношений было с ней. Я ей не изменял, она мне, ну, не знаю, скорее всего, не изменяла. Ну, хорошо, изменяла, может, изменяла, я не знаю, я думаю, что не изменяла. Я ей не изменял ни разу, не курил, не пил. И спустя два года еще я ничего вообще не курил, не пил, не изменял, ничего. А теперь я просто уже в отчаянии, я или впущусь во все тяжкие, или что. Пожалуйста, помогите, я не угрожаю, я реально несчастный человек. Блин, вы сейчас скажете, ой, какой несчастный человек, стравматизирует. Конечно, блин, вы так скажете. Пожалуйста, помогите, мне реально плохо. Эх, пожалуйста. Видишь, я не плачу, я сдержал свои слезы, блин. Я не хочу, я... Просто чувствую себя невероятно ужасно. Этому расскажите, а не кому. Вам всем плевать, это такой менталитет в России. Я просто сдох. Будете жить с отморозками, с гопутами, с серой архитектурой ужасной. Как хотите, это ваш вы... Ну, я ничего не могу повлиять, вы... Вы не можете мне помочь, я понимаю. Я не могу себе помочь. Мне негде здесь найти девушку, негде. Ни одна девушка этого города, и вообще Красноярска, не любит меня. Ни одна девушка России не любит меня. Это, это, эти не шутки, блин. Я могу показать вам, как я пытался... Сколько я пытался знакомиться, там, блин, плевать. Они... Ты же сам знаешь, кого они любят. Они не любят таких, как я. Я очки снял зачем-то. Зачем я очки снял? Я в очках хожу, у меня зрение плохое. Я просто снял, чтобы... Потому что я стыжусь своих очков, что у меня набилили очков. Из-за очков набилили. Я крест ношу. Просто потому что... Почему кто-то сишку носит за ухом? Кто-то с пивом и сишкой постоянно ходит. Почему я не могу крест носить? Почему ходят с этим? А я почему не могу крест? Никто не носит крест. Сейчас безбожное общество абсолютно. Правильно ты говоришь. Безлайф. Короче, ладно, я не подмазываюсь, просто... Короче, я могу убрать крест, если ты считаешь меня позерным. Могу убрать. Я говорю серьезно, мне реально плохо. Это как пытка медленно. Почитай, что я... Просто ты не обратишь внимания. Да, я знаю. Это как пытка мос brutта. Почитай, что я поднимаю снимок.